Добрый день, НРБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Маргарита Гафарова. Голландская пивоваренная компания Хенекен продала российские активы, в том числе завод Шихан в Стерлитамаке, Ставропольской Арнес Групп. Таким образом, иностранный производитель завершил процесс выхода из России, начатый в марте 2022 года. Как следует из сообщения компании, цена покупки бизнеса Хенекен России составляет 1 евро за 100% акций. При этом по условиям контракта Арнес должна погасить историческую внутригрупповую задолженность российского бизнеса в 100 миллионов евро перед Хенекен в рассрочку. Предприятие взяло на себя ответственность почти за 2000 сотрудников пивоварен и гарантировало их занятость на ближайшие три года. Сообщается, что сделка повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток для Хенекен в размере 300 миллионов рублей. По оценке региональных экспертов, сделка никак не скажется на потребителей и в целом на рынке алкогольной продукции. Эти сделки, они не влияют никаким образом на рынок слабоалкогольной продукции и, в общем-то, никак не влияют на производственные мощности этих организаций. Единственное, что произошло на текущий момент, это иностранные акционеры, скажем так, этих крупных компаний, они ушли. То есть оставили эти активы юридическим лицам, которые находятся здесь в России. Но это говорит о том, что прибыль этих организаций будет оставаться здесь и больше не будет уходить за границу. Я считаю, это позитивная тенденция. Добавлю, Арнес Групп производит средства для волос, освежители воздуха, крема для обуви. Компания позиционирует себя как крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и странах СНГ. Стоимость поддержки местных инициатив в этом году составила 889 миллионов рублей. Такие данные приводят в Центре изучения гражданских инициатив республики. На выделенные средства удалось реализовать более 700 проектов. Это благоустройство детских и спортивных площадок, обновление скверов, клубов, родников, асфальтирование дорог, ремонт водопровода в городах и селах Башкортостана. В этом году порядка 889 миллионов, из которых 600 миллионов – это выделение субсидий республиканского бюджета. Порядка 140 миллионов – это местная администрация вкладывается. И где-то по 70 миллионов вкладываются спонсоры и жители. По условиям программы жители должны вложить от 2 до 4 процентов от общей суммы стоимости проекта. Местная администрация вносит от 5 до 15 процентов. Спонсоры могут заявить любую сумму. Оставшаяся часть средств для реализации инициативы поступает из республиканской казны. В следующем году программу планируют продолжить. Еще одна строительная организация получит в Уфе землю без торгов. Участок площадью 5,5 тысяч квадратов является своего рода компенсацией за достройку проблемных домов в цветах Башкирии. Обязательство ранее взял на себя специализированный застройщик «Оникс». По распоряжению главы Башкортостана в его пользование передадут площадку на улице Пархоменко под жилую застройку. Минзем имущества республики поручено заключить с компанией договор аренды земель. По словам замминистра строительства и архитектуры республики Артема Ковшова, цитата «Как достройщика домов в цветах Башкирии спецзастройщика «Оникс» определил федеральный Минстрой. В соответствии с финансовой моделью образуется минус 300 миллионов, поэтому застройщик обратился за компенсацией. Участок подобрали, но он не покрывает всю компенсацию, но хотя бы что-то». Конец цитаты. Проблемные дома в цветах Башкирии планируется достроить до конца этого года. Что касается участка на Пархоменко, то его площадь позволит застройщику возвести один высотный дом. В реестр резидентов территории опережающего развития Билибей включили еще одну компанию «Вкусмикс», которая намерена инвестировать более 7,5 миллионов рублей в организацию производства хлеба и кондитерских изделий. По проекту мощность предприятия составит порядка 1200 изделий в год. Таких объемов планируется достичь уже в 2024 году. В рамках проекта создадут 20 рабочих мест. По словам вице-премьера, главы Минэкономразвития Башкортостана Рустама Муратова, на сегодняшний день статус резидента ТОР получили 129 компаний. Власти продолжают работу по поддержке преференциальных территорий. Одно из последних нововведений – предоставление земли в аренду без торгов. Для предприятий резидентов действуют льготы по налогу на прибыль. Федеральная часть полностью обнуляется. Региональная в течение первых пяти лет составляет 5%, в последующие пять лет – 10%. Действует пониженный коэффициент по налогу на добычу полезных ископаемых. На региональном уровне резиденты ТОР освобождены от налога на имущество, на муниципальном – от земельного. В Уфе на базе IQ-парка откроют центр, где будут обучать студентов работать с беспилотниками. Проект реализует Уфимский университет науки и технологий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики. По задумке, образовательный процесс будет включать в себя управление летательными аппаратами и игровые механики, которые применяют в киберспорте. Для этого ВУЗ будет сотрудничать со студиями, выпускающими компьютерные игры. Сейчас во всех крупных университетах Уфы работают киберспортивные клубы, на базе которых можно масштабировать обучение студентов. Ряд экспертов считает, что внедрение киберспорта в образовательные процессы – это инновационная практика, которая позволит в будущем повысить качество и ускорить образование. Информационно-коммуникационные технологии дошли до такой степени развития, что мы можем не только детей уже обучать через игру, но мы можем и взрослых, и в том числе взрослых специалистов технических обучать. Сейчас мы уже находимся в стадии разработки программы, как совместить киберспорт и схему управления беспилотными летательными аппаратами. И когда у нас в конце осени, где-то в начале зимы, откроется наш киберспортивный центр УНИЦ, я думаю, что мы уже сможем приступить к реализации этих учебных курсов. Также в Башкортостане введут курсы подготовки по работе с беспилотниками. Учебный центр будет обучать кадры для нужд башкирских батальонов, которые участвуют в спецоперации. У меня на этом все. Оставайтесь на РБК. Все хорошо.